Смотрите, война длинная, война масштабная, два года, она действительно большая, и соответственно, те подходы, с которыми Украина входила в войну, с теми юридическими правилами, которые определяли и мобилизационные процессы, и процессы демобилизации, и процессы ротации, и процессы, которые определяли работу территориальных центров комплектования, военкоматов, и определяли работу лечебно-врачебных комиссий, это все требует изменений. Других юридических подходов, с учетом длины войны, и с учетом того, что, и вот здесь я коротко отвечу на вопрос о потере, вопрос же ведь не в потере, вопрос ведь в линии фронта, она гигантская, 1300 километров, большое количество бригад необходимо выводить на ротации, ну то есть, грубо говоря, люди, которые находятся по 20 месяцев, должны отдыхать, потому что, ну, соответственно, вы сами прекрасно понимаете, когда ты находишься все время в состоянии стресса, в состоянии, ну, собственно, подъема, что ли, да, и нужно быть в этом состоянии 20 месяцев, это невозможно. И, соответственно, нужна комплектация новых бригад, нужно количество людей, которые позволят кого-то демобилизовать, кто уже реально по тем или иным физиологическим или психологическим особенностям не может дальше находиться на линии, на передней линии. Необходимы ротации, необходимо изменение подходов, собственно, к использованию техники, здесь я сошлюсь на другой вопрос, на ту технику, которую передают нам наши партнеры, она ведь не та техника, на которой люди учились там 10-15 лет назад, да, ну или накануне войны, это совершенно другая техника. И вот учиться, пользоваться ей тоже, это бригады, общий ресурс обучения, давайте так, чтобы было понятно, общий ресурс обучения и одновременно в Украине, и одновременно, например, на площадках стран-партнеров, это порядка 10 бригад, это порядка 45-50 тысяч человек одновременно могут обучаться, да, использованию новой техники. То есть, соответственно, когда мы говорим о мобилизации, это ведь, ну, во-первых, безусловно, военные могут более детально говорить о том, какие будут изменения, собственно, непосредственно и в процессе обучения, и в процессе тренингов, и в процессе подготовки, психологической подготовки. Я только кратко скажу, что, во-первых, закон будет, конечно, дорабатываться, длиннее законопроект, поэтому он и обсуждается на разных уровнях. В обсуждении сегодня принимает участие, безусловно, генеральный штаб, ну, имеется в виду военные, которые четко говорят, какие задачи они собираются выполнять в 2024 году, и как эти задачи могут быть реализованы с тем или иным видом оружия и с теми или иными подготовленными бригадами. Это первое. Второе. Министерство обороны как раз здесь принимает участие непосредственно в обсуждении этого с точки зрения обеспечения, какие именно виды оружия будут, и, соответственно, опять же, какие тренинги нужно проводить. Дальше. Обсуждают это на уровне депутатского корпуса, на уровне экспертного сообщества. С точки зрения каких-то дискриминационных норм что-то будет отменено, безусловно, ну, потому что, опять же, это будет дискуссия. Но у меня один встречный вопрос. А как выиграть войну тогда? Ну, то есть, если, условно говоря, соблюдать полностью, в полном объеме вот все, что гарантировано любой демократической страной с точки зрения прав и возможностей человека, а как тогда выиграть большую войну? Ну, то есть, или тогда вопрос надо не так поставить. Но если мы не готовы идти на частичное поражение прав, ситуативное поражение прав, частичное, подчеркиваю, да, связанное с войной и в рамках абсолютно продуманной, обговоренной юридической процедуры, то каким образом тогда, собственно, воевать дальше? Еще раз, тут очень важно ответить масштаб войны, количество с той стороны, ну, то есть, сколько оппонентов будет, что необходимо делать с точки зрения обороны, подготовки к ней или с точки зрения наступательных операций, и количество с нашей стороны. Ну, какие-то вопросы же, в принципе, очевидные, для всех очевидные. То есть, нельзя, не участвуя в чем-то, сказать, что мы можем просто по умолчанию получить победу, преимущество и так далее. То есть, необходимо будет решать главные задачи. Какие задачи главные решать? Первая задача, это, собственно, показать, что Украина действительно имеет и ресурсы, и резервы, достаточные для эффективных оборонителей наступательных операций. Второе, получить возможность формировать те бригады, которые будут пользоваться еще большим объемом западной военной помощи. Ну, то есть, этому надо готовить. Третья составляющая, ну, в любом случае, не только те, кто сегодня на переднем крае, но и другие люди тоже должны участвовать в войне в любом виде. Еще раз подчеркиваю, они должны для себя принять решение. Потому что тогда возникает четвертый вопрос. Ну, если в стране готовы воевать, допустим, там 15-20%, остальные не готовы, но это значит, что страна не сможет защитить свои интересы. И тогда пятая возникает. А Россия сюда придет с какими намерениями? Что она будет делать? Будет ли она с Андреем, с журналистом, разговаривать в тех параметрах, в тех ценностях, к которым он привык? Сможет ли он задать те же вопросы с точки зрения, что его права как-то будут ущемляться оккупационной администрацией? Вот готов он или он готов к тому, чтобы скитаться потом по миру и говорить, что у нас был шанс защититься, но мы не защитились, потому что кто-то не захотел. Ну, не он, понятно, да? А кто-то не захотел защититься. Ну, то есть, это серьезные вопросы, на которые я понимаю то эмоциональное возбуждение, которое сегодня очевидно в обществе есть, потому что, еще раз подчеркиваю, в 21 веке страны, которые вкладывались в технологическое развитие, в технологический прогресс, в гуманитарный, в гуманистический прогресс, да, но вряд ли они готовы полноценно воевать. Буквально на днях были такие первичные прикидки социологические в Германии, в Польше, о том, сколько процентов населения готово с оружием в руках защищать собственную страну. И там были просто потрясающие результаты, 15 минус процентов. А я бы сказал, что даже 15-ти нету, потому что реально люди, ну, скажем так, виртуально готовы брать оружие, защищать. А потом, когда возникает кризис, оказывается, что таких там 5-6 процентов в лучшем случае. И, соответственно, тогда возникает резонный вопрос. Люди должны осознать, что у нас война, большая война. Она требует определенных юридических подходов. И эти подходы, безусловно, будут отличаться от тех, которые, между прочим, пока еще те же действия. Я тут буду попутно отвечать на вопрос блокпосты, повестки. Нет, сегодня действуют те же нормы, которые действовали и вчера, и позавчера. Нету изменений. То есть законопроект только дискутируется. То есть он еще должен пройти и парламентские слушания, и работу, вернее, сначала в парламентских комитетах отработка изменений, потом правки, потом первое-второе слушание, и только потом законопроект уже будет обретать форму закона, который будет подписываться президентом, понятно, и дальше уже идти в исполнительные органы власти для реализации. Пока действуют те же нормативы, которые действовали с первого дня войны. Что касается блокпостов, ну это скорее тут есть много спекулятивных вещей, потому что, в принципе, многие блокпосты, они как существовали с первого дня войны, они так и существуют. Некоторые дополнительные появляются в рамках отработки в разных регионах, периодически появляются там на 5 дней, на 7 дней, в рамках отработки контртеррористических действий, которые силовые органы отрабатывают. Соответственно, вот изменения уже законные, юридически корректные изменения, которые будут согласованы на уровне парламента, исполнительных органов власти, военных прежде всего, которые, кстати, активно должны комментировать, потому что, опять же, задача в синергии работать политическое руководство и военное руководство, они должны объяснять, ну то есть как бы с политической точки зрения, почему важно, и почему с партнерами важно говорить о том, что у нас есть кому пользоваться западным оружием, а военные должны говорить зачем, какие конкретно задачи будут решать те или иные дополнительные модуляционные мероприятия. Ну вот пока это выглядит так. Я понимаю эмоции. Я здесь хочу сразу сказать, что эмоции мне понятны. Еще раз подчеркиваю, в 21 веке мало государств или мало людей, которые действительно готовы прийти в окоп как таковой. Но ведь история не спрашивает, к сожалению. Она поставила вызов перед Украиной. Вызов называется выиграть или проиграть войну. Вот в этой войне, конкретно в этой, уже компромисса не будет. Здесь уже точно понятно, что кто-то должен дойти до финала. Россия вот кстати сейчас, видя вот эти внутренние напряженные, скажем, дискуссии, в том числе в Украине, что кстати характерно и нормально для демократической страны, то есть дискуссии в любом случае приветствуются, Россия начинает опять чувствовать себя мотивированной. То есть вот вы видите, изменившись за последние месяцы, наверное, 2,5-3 риторику того же Путина, риторику других официальных лиц России, они более нагло начинают опять говорить. Они говорят, ну по сути они подчеркивают, что мы еще немножко добомбим, немножко добиваем, немножко добросим туда живого мяса, я прошу прощения за эту терминологию, где-то подавим на Авдеевском направлении, и в итоге мы все-таки пересидим демократическую коалицию и добьемся результата. Главный результат для России сейчас, на вот этом этапе, не вообще главный результат, понятно, а на этом этапе заморозить войну, то есть не проиграть, давайте так скажем, заморозка, потому что заморозка это не проигрыш войны, соответственно не ответственность за военные преступления, и дальше в самой России ничего не происходит, то есть она продолжает милитаризироваться, она продолжает окончательно уничтожать, выжигать буквально каленым железом даже тех лояльных, которые иногда проявляют какую-то нелояльность, потому что в принципе конкурентных каких-то там политических групп уже не существует, давно не существует, свободы слова, вы прекрасно это знаете, лучше меня, что этого не существует всего, но она будет выжигать даже лояльных, но с какой-то червоточинкой, вот мы с вами помним сейчас это шумное дело под названием, как это, голая вечеринка, да, и соответственно Россия не будет перестраиваться, наоборот она будет увеличивать милитарную составляющую своей экономики, она будет увеличивать милитарную составляющую своего федерального бюджета, она будет проводить дополнительные мобилизации, дополнительные контракты, рекрутинговые действия, дополнительное обучение, воспроизводство потраченного ресурса, ну имеется ввиду тех же ракет, тех же снарядов, и соответственно производство новых видов средств убийства, такие как дроны вместе с иранскими инженерами, и соответственно Россия будет просто готовиться к следующим этапам войны, ну бессмысленно, имея уже обнуленную репутацию, наоборот репутацию катастрофически изменившуюся на действительно государство, которое готово использовать войну как инструмент внешней политики, в прямом смысле слова, не как раньше говорили, когда дипломатия заканчивается, начинают работать пушки, да, а в прямом смысле слова, то соответственно Россия будет просто эти инструменты использовать, и самое интересное, что вокруг нее тут же молниеносно сформируется максимально агрессивный альянс, и вот у меня вопрос к Андрею, а в каком мире он хочет жить? или он думает, что можно спрятаться куда-то, пересидеть все это, а завтра все вернется в довоенное время, так как было до полномасштабного вторжения России, ну то есть будет что-то где-то в Украине, где-то можно будет спокойно ездить в Европу, Россия тихонько будет заниматься Олимпиадой в Сочи, ну воровством на Олимпиаде имеется в виду, в Красной Поляне, и все, вот так оно не будет, оно уже не вернется туда, поэтому наоборот, на мой взгляд, как раз таки государство, которое хочет быть прозрачным, оно предлагает законопроект, да, с определенными ограничительными нормами, но это законопроект для обсуждения, и можно спокойно в этих обсуждениях прийти к каким-то консенсусным точкам, что и будет сделано, безусловно, в течение времени, а в обсуждении могут принимать участие в нормальном государстве, как раз таки и собственно представители общественности на разных уровнях, и собственно представители общественности через народных депутатов, ну через представителей, да, избранных, и собственно представители исполнительных органов власти, да, то есть собственно представители государства, имеется в виду и Министерство обороны, и Генеральный штаб. И в конце концов это будет консенсусное решение. Вот вопрос по поводу того, что существует, по мнению многих, конфликт и какая-то трещина между военным и политическим руководством Украины. И по этому поводу было очень много предложений, что почему бы не снять эти вопросы, создав какую-то совместную пресс-конференцию, когда Зеленский с Заложным вышли бы вместе к аудитории и показали бы, что на самом деле руководство Украины, военное и политическое, действует руководству. Я немножко по-другому на ситуацию смотрю, объясню почему. Понимаете, иногда на сложные вопросы, которые возникают в тяжелых, депрессивных, психоэмоциональных состояниях, когда общество находится в таком состоянии, простых ответов не бывает. Как только вы с простым ответом выйдете, будет сразу большой лагерь сформируется, скажут, что это показушная история, на самом деле это пиар такого галимого типа, я прошу прощения за термин, примитивного типа, и это не решит задачу. А какая есть задача? На мой взгляд, как раз таки основным заинтересантом того, чтобы говорить, вот есть некий конфликт двух равновеликих людей, заинтересована Российская Федерация. Она как раз и хочет сказать, вот есть два равновеликих человека. Я на эту ситуацию смотрю совершенно иначе. Смотрите, для меня вертикаль очень четкая. Есть верховный главнокомандующий. Очень четко. Это SEO. Он ставит задачи, да, вот как в компании, крупной компании. Давайте возьмем просто вот компания. Война это компания, да, как бы это не, так знаете, несколько цинично звучало. То есть необходимо обеспечивать, принимать стратегические решения, принимать тактические решения, вносить коррективы. Есть директорат, который занимается войной. Вот есть SEO, вот он определил задачи. Эти задачи были утверждены на ставке, накануне тех же наступательных операций. И есть, еще раз подчеркиваю, операционные директора. Один из них, это и есть заложный. Это человек, который непосредственно является главнокомандующим. То есть оперативно он отвечает за реализацию стратегии через тактические задачи, которые нужно решать на оперативном уже уровне. Дальше. Есть точно такие же операционные директора. Например, Министерство стратегических промышленностей, господин Камышин, который должен резко нарастить воспроизводство расходного военного материала. Ну, имеется ввиду снаряда, мины, артиллерийского ствола и так далее, чем он и занимается. Есть, соответственно, Министерство обороны и господин Умеров, который должен обеспечивать возможность подвоза нам от наших партнеров той или иной техники. А параллельно с этим, еще должен решать вопросы обмундирования, обеспечения, ну, имеется ввиду конкретного уже военнослужащего. Вот это есть операционные директораты. Они занимаются этой работой. Президент наверху находится. Прямая линия подчинения. Вот эта попытка сказать, что это две равновеликие фигуры, это не так. Есть, еще раз подчеркиваю, не зря же говорят верховный главнокомандующий и главнокомандующий. И ты не можешь брать каждого операционного директора и говорить, смотрите, у меня с ним нету конфликта. У тебя по определению, вот как я себе вижу ситуацию, для нормального функционирующего государства, у тебя по определению не может быть конфликта, потому что это непосредственно твой подчиненный, который отвечает за веренный ему объем работы. Все, не больше, но и не меньше. Уважение, да. Внутренние конфликты, конечно. Знаете, почему внутренние? Как на любой работе. Безусловно, если вы СЭО, то вы будете всегда ставить определенную планку задач, операционный директор будет пытаться до нее дотянуться, будут возникать непонимания и взаимные дискуссии. Но внутри чего? Внутри управленческой инфраструктуры, на ставке или на военном кабинете. Вот там любые дискуссии, любые диалоги. И президент Зеленский, когда говорит о каких-то цифрах или о каких-то инициативах, он их не берет откуда-то абстрактно. Давайте вернемся тут опять же к тому, как работает система принятия решений на стратегическом уровне. Он берет анализ, который ему дает генеральный штаб, который ему дает адъютантская группа, да, ну та, которая сформирована при ставке, которая анализирует все это и все эти цифры появляются именно из анализа, предложенного военными прежде всего. И, соответственно, президент акцептирует уже это, говорит, смотрите, да, я понимаю, но хочу понять еще, как будет осуществляться ротация, и как будет осуществляться демобилизация, какие будут одновременно идти. Например, здесь мы проводим изменения в процессе подготовки военнослужащего, да, но чтобы он психологически был. Вот в чем же сегодня основная проблема и основные панические настроения продуцируются? Человек не уверен, что он получит психологически надлежащую подготовку, чтобы он понимал, что его не возьмут и сразу не отправят на передний край, там, на Авдеевском направлении, да, что он пройдет абсолютно понятный, структурный, функциональный тренинг, психологический тренинг и профессиональный тренинг. Ну, то есть, грубо говоря, навыки, навыки выживания, такмет, ну и все, что нужно ему для того, чтобы чувствовать себя более уверенно. Вот президент задает эти вопросы. Цифры, количество оружия, количество снарядов, количество выстрелов, даже я бы так сказал, не снарядов, а количество выстрелов на том или ином направлении, это все готовит ему генеральный штаб, это все ему готовит Министерство обороны. Если первые говорят о том, сколько они расходуют снаряды или ракеты, то вторые говорят, сколько они могут скомпенсировать поставками или производством. Вот так работает система. И когда мы, наоборот, заходим в политизацию, говорим, смотрите, а вы идите-ка, скажите, что между вами дружба, так это неправильный подход, потому что вертикаль, еди на начале, четкая, строгая вертикаль управления. И вот наоборот, русские, ну я имею в виду, скажем так, враги наши, да, ну то есть оппоненты, они заинтересованы в том, чтобы сказать, что система управления в Украине анархизирована, управление непонятно на каком уровне принимается, есть конфликты на уровне начальник-подчиненный, прямые конфликты, да, которые, собственно, нивелируют репутацию кого? Президента страны или там, условно говоря, главнокомандующего и так далее. Поэтому, на мой взгляд, тактика господина Заужного понятна. Он выходит на брифинг, например, и рассказывает о том, что касается конкретных потребностей армии на данном этапе войны. Какие планы, куда будут двигаться дальше. Президент выходит, говорит шире, он говорит о войне, он говорит об отношениях с партнерами, о проблематике, которые возникают в связи, например, с конфликтом на Ближнем Востоке, в связи с внутренними напряженными дискуссиями, в связи с позицией, например, господина Орбана, да, но мы все это понимаем. Он говорит также о том, что параллельно с обеспечением войны конкретно, то есть то, что нужно Заужному, еще и есть партнерами большие диалоги по поводу совместных инвестиций в военное производство. А это уже более длинная стратегия. Если Заужному нужно здесь и сейчас какое-то количество, конкретное, он конкретные цифры называет, снарядов тяжелых калибров, снарядов малых калибров, 105-й, 120-й танковый, 125-й, если нужно, старый советский танковый и так далее и тому подобное, то президент еще, кроме этого, стратегия 3, 5, 10 лет с точки зрения военного производства. И опять же, кроме того, что стратегия на 10 лет, допустим, еще и здесь и сейчас, дроновое производство. Дронов должно быть через месяц, например, не там 10 тысяч, а 20 тысяч. Вот президент, как ставит задачи. И для него как-то странно, мне кажется. А давайте вы выйдете, скажете, что у вас нет конфликта с министром стратегической промышленности. Или давайте вы выйдете, что у вас нет конфликта с главнокомандующим. Понимаете, это немножко то, что и хотят втянуть Украину. В анархизацию и политизацию несуществующих горизонтальных отношений. У нас отношения вертикальны. Потому что во время войны должна быть четкая, понятная вертикаль принятия решений. Наверху еще раз подчеркиваю, если политика президент, если военная составляющая, верховный главнокомандующий. Он СЭО, определяющий все задачи внутри войны. А дальше уже есть конкретные операционные директора, которые называются министрами или называются главнокомандующими, и которые отвечают за веренные им сектора. Задача президента все это сбалансировать, синхронизировать и получить результат. Вот и вся. Вот и вся конструкция. И знаете, я вернусь от того, с чего начинал. Коротко. Сколько бы раз мы не выходили, не говорили нету конфликта. Это невозможно по определению, исходя из распределения полномочий. Сколько бы раз не выходили. Вы помните, было полгода назад. Президент на дне рождения господина Залужного вручал ему там наградной пистолет. И это все не имеет значения. Смотрите, вы сегодня это сделали. Три дня тишины. Через три дня заново конспирологическая теория, конспирологическая версия. Заново какие-то вбросы. Десять публикаций, в том числе в иностранных медиа. В том числе с отсылкой на анонимные источники. Это больше всего мне нравится. Это же действительно репутационно выглядит очень солидно. Вот мы с вами разговариваем, да. И каждый из нас ставит свою фамилию. Правильно? Ну, то есть, условно говоря. А вот когда в газете выходит, мы уточнили в десяти сразу анонимных источников. Все сказали, есть что-то непонятное. Но это мне кажется очень странным. Михаил Михайлович, ну то, что вы сейчас изложили, это, так сказать, ну такая, ну все-таки. Ну, во-первых, некоторое, так сказать, было чуть-чуть утрирование. Когда вы поставили в один ряд главнокомандующего Залужного. И, ну, эта фигура, ну просто есть формальная сторона вопроса, да. Понятно, всем известно, что есть вертикаль. И Залужный является одним из подчиненных президента Зеленского. Это очевидно, это все знают. И в том числе те, кто задает такие вопросы. Но, тем не менее, есть и другая сторона. Есть сторона неформальная. Есть сторона общественного мнения, когда, ну, насколько я очень, как социолог, постоянно внимательно слежу за опросами. И украинским социологическим службам я очень доверяю, в отличие от российских. Здесь надо сказать, что завидую черной завистью, потому что они могут проводить опросные, заниматься опросной социологией. А у нас-то в России это невозможно. Так вот, все опросы показывают, что рейтинги Залужного, они, ну, по крайней мере, на одном уровне с Зеленским, доверяют Залужному. Сейчас очень многие, ну, скажем так, по каким-то опросам даже больше, чем президенту. Такое тоже есть. Я сейчас не... Там статистическая погрешность, но, во всяком случае, они выглядят в общественном мнении. Вы сейчас говорите статус по Конституции. Да, здесь никаких сомнений нет, но в общественном мнении они выглядят, как равновелитие фигуры. Это вот просто исторический факт. Давайте, я согласен, принимается все, все упреки. Но я рационалист. Я исхожу из того, как оно должно работать и давать результат на сегодняшний день. И как рационалист я прекрасно понимаю, что у нас есть информационные компании, но нет политических компаний. То есть у нас нет электорального цикла. У нас нет политической дискуссии. У нас нет необходимости ставить на доску рейтинги. И, соответственно, оперировать вокруг этих рейтингов уже какими-то там целесообразностями. Это очень важно. Вы как социолог должны понимать. То есть когда есть политический цикл, электоральный цикл даже, то тогда целесообразность использования того или иного рейтингования очевидна. Но когда у вас задача стоит выжить, то я тогда рационализирую все это. То есть я тогда убираю все, что не нужно. Рационально подхожу. Все лишнее, оно будет только наоборот создавать дополнительное давление на ключевой консенсус. Какой есть ключевой консенсус сегодня в Украине? Он очень простой. И вот как раз-таки дискуссия вот такая несколько истерическая, абсолютно понятная, или психоэмоциональная вокруг того же предложений по закону о мобилизации. Она говорит о том, что вот этот консенсус очень хрупкий. А консенсус звучит следующим образом. Либо государственности точно не будет. А сегодня были, допустим, даже заявления рейтерс. Я, опять же, не очень, конечно, верю в это. Но тем не менее, что... Или Никея. Надо смотреть, какие источники. Потому что они все ссылаются на анонимные, как правило, источники. Что Путин в разговоре с лидером Китайской Народной Республики заявил о том, что он готов воевать пять лет. И в любом случае, в итоге, он дожмет ситуацию, выиграет войну. То есть, понимаете, какой консенсус был изначально правильно структурирован? Мы понимаем, что война идет на выживание. Не на территории, там, да, обмен территорией, территорию в обмен на что-то. А конкретно вы остаетесь суверенными. Либо вы, частично, часть из вас переходит в марионеточное состояние. Ну, или там, в любое лагерное состояние. И будет находиться под протекторатом. Причем оккупационным, не простым протекторатом, договорным. Оккупационным протекторатом России. Часть убегает и бегает по миру. Ну, то есть, диаспорально будет выглядеть, как люди, которые имели шанс, но этот шанс упустили. Ну, то есть, опять же, психологически подавленное состояние. И вот в начале войны был сформирован консенсус. Мы понимаем риски, угрозы. Мы идем вместе. Вертикаль жесткая, понятная. Управленческие решения должны быть жесткими и понятными. Я сейчас в сторону, пока вывожу дополнительное давление, которое, опять же, частично информационное, частично реалистичное. Это коррупционное давление. Можем отдельно об этом говорить. Но вот этот консенсус сейчас как раз и хотят разрушить. И достаточно просто это сделать. Когда, смотрите, так а у них же рейтинги есть. Я говорю, так а нет политического процесса. Бессмысленно. Потому что у нас вопрос стоит не в том, кто будет завтра кем-то, а кто выживет. Это немножко другой вопрос. Если мы выживаем, политическая система сохраняется, государственное устройство сохраняется, и вы будете обладать свободой воли. Давайте уже зайдем в такую философскую даже часть. Вы будете обладать свободой воли, тогда да. Тогда имеет смысл сравнивать рейтинги. Имеет смысл сопоставлять, кто есть важен для этого этапа дальнейшего развития страны. Но если завтра не будет. Вопрос же сегодня, вот сегодня, как это ни странно звучит, после двух лет войны, практически двух лет войны, стоит так. А завтра будет? И какое именно завтра будет? Для нас, Украины, вопрос вообще будет ли завтра? А для Европы, каким именно это завтра будет? Очень сложная дилемма. И вот здесь как раз таки и есть желание некоторых групп, которые на внутреннем рынке. Давайте теперь разобьем. Внешний рынок понятен. Что Россия делает? Ей нужна классическая анархизация. То есть, когда взаимное недоверие нарастает, идут взаимные конфликты. То есть, люди начинают концентрироваться, опять же, психологический феномен, ловушка стандартная. Люди начинают консолидироваться на взаимных обидах, взаимных претензиях. И не начинают меньше обращать внимание на то, что происходит по внешнему фронту. И, соответственно, Россия начинает еще более профессионально заниматься пропагандистскими работами. То есть, более тонко работать с этим материалом. Опять же, на внешних рынках, на европейских претензиях. Смотрите, да не надо им помогать. Там уже все понятно. И есть внутренние группы. А внутренние группы опираются на... Это, кстати, очень плохая черта, которая есть в нашей политической элите. Она была всегда присуща. Это такой, знаете, нереализованный нарциссизм. То есть, меня обидели. Не дали мне быть тем, кем я на самом деле есть. Потому что почему-то не рассмотрели во мне очень значимую фигуру. Ну, то есть, вот это нереализованное эго, нереализованное я. И в какой-то момент, в начале войны, все эти эго были спрятаны. Потому что шокирующее само вторжение. И оно как бы убрало далеко внутрь. Убрало, подсознательно убрало вот эту всю нереализованность свою. Которая очень бурно всегда в Украине проявляется. А сейчас оно все начало выходить наружу. И многие люди, которые считают, что они недооценены. Они не занимают то место, которое должны были бы занимать. Они должны быть более активно задействованы и так далее. Вот они пытаются сегодня играть уже в политический процесс, которого нет. Поэтому еще раз подчеркиваю. Для меня это все рационально выглядит неправильно. Рационально выглядит правильно так. Вертикаль управления с консенсусом, что мы до конца эту войну правильно ведем. Выигрываем, получаем результат. После этого возвращаемся в политический процесс. Конкурентная политика абсолютно. Потому что для Украины любая авторитарная форма невозможна по определению. Здесь другой тип социальных взаимоотношений. Вот вопрос. Все-таки нет ли проблем в самой власти, внутри самой украинской власти? Почему люди сейчас в Украине сбегают от мобилизации? И насколько эффективно направлять людей на фронт, тех людей, которые не хотят воевать? Проблемы, конечно, есть. Во время войны было бы странно, если бы я сказал, нет, у нас нет проблем, все идеально работает. Конечно же, проблемы есть, и они решаются, что-то решается, что-то дискутируется. Но давайте по пунктам с обратного порядка начнем. С точки зрения того, что людей, как вы говорите, на улицах останавливают, заходят в торговые центры или в спортзалы. Так как раз этот законопроект и должен предусмотреть другой формат работы. На самом деле, парадокс в том, что вот эти опции у центров территориального комплектования сегодня есть. Они могут зайти в любое место и вручить соответствующим образом повестку. Надлежащим образом они это и делают. Да, через попытки силового задержания на улице в том числе. Парадокс в том, что законопроект этот, который сейчас бурно дискутируется, как раз и должен устранить, например, несоответствие реестров многих. Ну, они между собой не синхронизированы. И, соответственно, непонятно, где кто находится. Вот когда все реестры будут в одном месте находиться, будет точно понятно, где человек находится, как он работает. Если у него бронь или нету, то тогда как раз таки и не нужно будет проводить, в том числе, силовые, как вы говорите, облавы. Парадокс в том, что люди берут вот прошлое, то, что делается, да. И сейчас государство хочет как раз таки юридически урегулировать это. Обсудить, принять те нормы, которые, или нормативы, или правила, которые должны быть после двух лет войны, да, с учетом всего, что происходит. И они должны быть имплементированы уже в новом законе. Вот и все. И поэтому, да, ну у меня тогда, я теперь второй пункт коррупции сейчас отдельно обсудим, а я перейду к первому. Так у меня встречный вопрос. Так а что предлагается? Похоронить Украину? Ну, то есть, я понимаю, что люди, не, не, я не вам задаю вопрос, я вот, это риторический вопрос. Но выбор-то какой? Я понимаю, что звучит очень странно, да, а выбор какой? Договориться с кем? Они не предлагают ничего и не предлагали. Они не захотят войну, чтобы подписать с вами мир. В конце-то концов. Нету опции мир. Если люди заходят вас убивать, они заходят вас убивать. Они могут предложить вам опцию временное перемирие, чтобы подготовить инструмент дальнейшего вашего убийства. Нету опции мир. И тогда возникает вопрос, а что дальше? Убежать всем? Ну, то есть, погасить свет, сказать, все, проект Украина закрыт, свет выключили, уехали. Почему? Страшно, страшно. И поэтому, как раз таки опять, возвращаясь к законопроекту о мобилизации, здесь как раз и президент настаивает на том, что, смотрите, давайте внесем коррективы, вносить коррективы, пожалуйста, вносите коррективы в способы подготовки людей. Трансформируйте систему подготовки в том, чтобы они были уверены, что у них есть определенные навыки, чтобы они были психологически устойчивы, не успели развить систему территориальной обороны надлежащим образом, через который как раз таки и должны были проходить люди для того, чтобы получить вот эти первичные навыки хотя бы. Но вот сейчас это все должно быть доделано. И, соответственно, военным говорит, смотрите, больше коммуницируйте это, говорите, люди боятся, вы же правы, и мы же прекрасно понимаем, люди боятся, они боятся неопределенности, незнания, и главное, боятся личного неумения, как реагировать на кризисную ситуацию. И президент говорит военным, так объясните им, как вы будете их тренировать. Ну, не мы же делать будем, ну, я имею в виду в рамках государственной вертикали, правильно, ну, имеется в виду гражданской вертикали. Ну, вы же будете проводить тренинги. Так в этом же и проблема сейчас. Нету на самом деле, еще раз почетку, теперь переходим к вопросу, есть ли между ними трение, да нету трения. Еще раз, SEO говорит четко, объясните людям, они боятся, это нормально. Нормально вообще бояться, если ты не имеешь достаточной компетенции, не знаешь все риски, которые тебя ждут, не имеешь достаточного количества навыков, не готов эти навыки быстро на автоматизме использовать. Так объясните им, покажите им и так далее. Это разногласия? Нет. Это нормальная рабочая коммуникация. Нужно ли вы, конечно, говорить, не, мы дружим, но я просто предлагаю ему сказать, ну, не конкретно заложенному, да, а военному любому, сказать, как человек должен быть подготовлен к войне. Любой человек, независимо от того, будет он завтра мобилизован или не будет. Ну, сразу выйду, скажу, так это конфликт, конечно, они же по-разному смотрят. В этом проблема, еще раз подчеркиваю, есть визуализация, потому что мы с вами, и вы это лучше, опять же, знаете, чем я, мы живем в информационную эпоху. Здесь слово слишком гипертрофировано. И вот, что бы ты ни сделал, ты в итоге все равно получишь десятки потенциально хайповых слов, которые обратно поставят другие, точно такие же вопросы, но с другой стороны. Нет, они все равно показали, что у них есть разногласия. Поэтому нужно работать в той среде, в которой есть, к сожалению. Она сейчас, мягко говоря, напряженная, психоэмоциональная депрессия присутствует, да, ну, то есть это очевидно. И, соответственно, в этой среде нам придется объяснять, объяснять и объяснять, как это будет работать, какие будут неситься изменения, я имею в виду, если мы говорим о мобилизации. Теперь переходим к коррупции. Ну, давайте объектив. Коррупция есть. Ну, есть она. Элементом старой постсоветской системы всегда была важность наличия большого количества административных, регуляторных функций, которые государство могло монетизировать через коррупционные какие-то действия. То есть чиновники и делали карьеру не ради репутации, правильно, не ради того, чтобы наработать какие-то связи, как это, например, в западных странах. Наработал связи в государственном аппарате, потом перешел в частный бизнес, и ты уже, имея возможность с говерментом работать, то есть ты уже как бы хорошо выглядишь. Здесь по-другому. Здесь ты заходишь на позицию замминистра, допустим, с четким пониманием времени, сколько тебе будет отпущено, и количество регуляторных функций, которые ты можешь продать на сером рынке. Но эта система была построена на всем постсоветском пространстве. И Россия является флагманом этой системы. Более того, Россия в подчинение забирала элиты национальные, в том числе украинскую, в течение 30 лет. Россия забирала за счет того, что всегда предлагала коррупционную премию. Отношения через коррупцию, через серую сделку. И таким образом доминировала. И вот это все нужно сломать. И теперь насчет сломать. Ну, я просто коррупцией называю это. Потому что то, что вы говорите, имеете в виду, или люди имеют в виду, это мародерство. Это немножко другая составляющая. Мародерство – это когда ты конкретно мародеришь на покупке оружия или поставке оружия и так далее. Так вот, коррупция. Что касается коррупции, большой объем построено антикоррупционных органов в Украине. Большой объем, просто объем, реально. Это и НАБУ, и НАЗК, и специализированная прокуратура, и даже суд отдельный. И более того, Европейская комиссия индикативно изучает эффективность этой архитектуры. И говорит, индексует с точки зрения, действительно ли есть изменения по отношению к прошлому, измеряемому году. Ну, или там, временному промежутку. Или нету. И Европейская комиссия сказала, что в своем отчете, рекомендовав начать, вернее, принять решение о начале переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз. Она сказала, индикативно мы видим существенное уменьшение проявления именно коррупции как таковой. Ну, то есть, грубо говоря, работает. Конечно, она есть. А теперь переходим к тому, что мы сегодня видим. Мародерство на разных уровнях, да. Но государство об этом само говорит. Находит, берет за шкирку. Давайте возьмем тех же военкомов, да, некоторых. Берет, накладывает арест на имущество, возбуждает уголовные дела, задерживает в СИЗО и так далее. Работа проводится. Но это юридическая работа. Я понимаю, что по законам военного времени многим хочется. Но так не работает. Демократические страны так не работают. Они работают через, опять же, тяжелую дискуссию, выработку правил. И потом юридически эти правила должны быть защищены либо прокуратурой с точки зрения наказания, либо адвокатурой с точки зрения невиновности. И так это работает. Но аресты накладываются на имущество. Это первое, что касается конкретных проявлений мародерства. И вторая часть. То есть, грубо говоря, оно есть, но с ним работает государство. Об этом оно говорит. Задержание есть, посадки есть, аресты имущества есть. Сто процентов ли все закрыто? Нет. Нет. Будет ли дальше проявляться мародерство на разных уровнях? Да. Будет ли государство жестко реагировать? Безусловно. Но есть вторая составляющая. Вот эта тема, вы грабуете, вы грабуете, вы воруете, вы воруете, вы воруете. Она появилась последние три месяца масштабно через тысячи или даже миллионы ботов с флажками украинскими. Яки пишут гарную украинскую мову. Которые красиво украинским языком пишут. Вы просто воры все. Вы творюки. Ну и там дальше целый ряд этих самых синонимов, таких агрессивных. Все под копирку написаны. Миллионы аккаунтов. И, конечно же, живые люди попадают под влияние. Это стандартная психологическая опять же ловушка. То есть, когда тебе кажется, что вот это поток идет. Поток. Все видят это. И ты тоже присоединяешься. Можем мы этот поток остановить? Нет, к сожалению. Инструментально нет. Но можем разъяснять и показывать конкретные антикоррупционные кейсы. Вот посадка, вот арест имущества, вот посадка, вот арест имущества. И через только диалог. Это тяжелый, длинный диалог. Доверие у общества к постсоветским государствам. Еще раз подчеркиваю. Не к украинскому только, а к любому постсоветскому государству. Нулевое. Потому что по определению за 30 лет существования после распада, ну чуть больше, распада СССР, по определению считается, что государство является коррупционным очагом. В принципе. И построено именно как коррупционная мафия. Везде. Во всех постсоветских странах. В Молдове то же самое. Постоянно говорится. Ну разве что кроме стран Балтии. Я знаю, что... Да, Михаил Иванович, я знаю, что... Да. Я знаю, что нам надо завершать сейчас. Я хотел бы, чтобы вы... Извините, что я спрерываю. Потому что я боюсь, что мы не скажем очень важных вещей. Я просил бы вас завершить уже, без моих больше вопросов, наш разговор. Все-таки нам очень важно заглянуть вашими глазами. Во-первых, просто вот еще раз заглянуть в 2023 год и понять, что там главного происходило. Я хотел бы, чтобы вы оценили все-таки вот то плохое, что произошло. А именно, так сказать, ну явно не удавшееся, не достигшее в своих цели наступление украинской армии. Зачем нужно было наступать, когда по всем законам военной науки даже дилетанту было понятно, что без трехкратного превосходства, без господства в воздухе наступление успешным быть не может. Это вот в вашем заключительном завершающем слой. Я хотел бы, чтобы вы ответили на этот вопрос. И второе, все-таки загляните, пожалуйста, нам важно увидеть вашими глазами 2024 год. Вот на этом я хотел бы, чтобы вы в своем завершающем слове отразили эти две вещи. Понимаете, в современном мире, как оказалось, ни у кого нет опыта эффективных разведывательных операций, я имею в виду предшествующих началу военных действий. Ну то есть оценить действительные ресурсные и креативные возможности той или иной страны. И второе, абсолютно нет опыта реальной войны. Все это оказалось фикцией. То есть голливудское кино. Красная матрешка или как там? Красная жара. Или Рэмбо. Третий особенно. Вот этот опыт у всех оказался. И опыт проведения действительно локальных специальных операций. Маленьких, эффективных. Потому что ты используешь небольшое количество техники, очень слаженный коллектив, все профессионалы, 10-летний опыт военной подготовки, большие инвестиции в этого типа солдат и так далее. Вот полноценной войны опыта ни у кого не оказалось. И соответственно, и у Украины тоже. Я не хочу сказать, что у всех, а у нас тут. И просто Украина гораздо быстрее учится. И для меня это одновременно, как вы говорите, негатив, стагнация, которая возникла по линии фронта. И одновременно позитив. Потому что Украина быстрее понимает многие вещи, очевидные вещи. Делает анализ, соответственно, дотягивает до этого анализа, до понимания этого анализа наших партнеров. Я сейчас как раз перейду к 24-му году, а пока в 23-м. И поэтому, вот не имея такого опыта, а имея Харьковскую операцию и имея опыт 2014 года, когда Россия, захватывая территорию, не строила там никакого оборонительных эшелонов, они ей не нужны были. Почему? Потому что Россия по умолчанию приняла для себя решение, если мы уже что-то забрали, то уже Украина туда не вернется. И для нее было шокирующим резкий молниеносный удар и обратно отвоеванная Харьковская область в полном объеме. Потому что там ничего не было. И вот это показалось для всех характеристикой, глубинной характеристикой России. Неготовность ее вкладываться, резко перестраиваться и вкладываться в построение другого типа обороны. А Россия пошла по этому пути. Она быстро переформатировалась и быстро начала строить, заливать буквально бетоном все. Давайте там не будем уже рассказывать детали, оно понятно, очевидно. Заливать все бетоном и минировать все. Такая гигантская стройплощадка, размером более там 800 километров. Я не беру глубину, я длину только беру. Не по всей линии фронта, но вот основные направления, базовые направления, которые были перспективными. Вот и все. Вот это непонимание и поэтому, не имея понимания того, что делает Россия, как она будет реагировать, в том числе на Харьковскую операцию. И имея, к сожалению, фундаментальную проблему любого демократического сообщества, а давайте назовем страны Запада, это большое демократическое сообщество. Это медленное коллективное принятие базовых решений. То есть надо долго обсуждать, нужно сомневаться, нужно провести несколько дискуссий, даже когда есть очевидные факты. Это привело к удлинению и этапа принятия решений, и особенно к удлинению логистики поставок. То есть, смотрите, разорвана эффективная операция, она воодушевила всех, в том числе Украину, что да, можно ломать Россию, можно ее уничтожать, можно отгонять, деоккупировать территорию. И это делать можно очень быстро и очень жестко. Это такая эйфория. И в этот момент Россия, напуганная, напомню, была напуганная, начинает резко вкапываться, находясь в состоянии дистресса. А в это время, под состоянием эйфории, мы вместе с партнерами начинаем долго планированием заниматься, обсуждать поставки, когда, что будет и так далее. Вот и все. Разрыв временной и стрессовый. И это привело к стагнации, то, что вы говорите. И тут не вопрос оценки или неоценки. И с точки зрения того, что у тебя должно быть трехкратное превосходство, коэффициент такой-то должен быть, с учетом авиационного преимущества России, коэффициент авиации такой-то и так далее. Да, это, наверное, должно было быть. Но вопрос был психологии, на самом деле. У одних, к сожалению, я имею в виду, внутри нашей коалиции, сложилось впечатление, что можно будет легко все делать. А у России сложилось ужасающее впечатление, что если еще немножко, и они проиграют, тогда начнется необратимый процесс. Я напомню, тогда, кстати, происходило два процесса параллельно. С одной стороны, вот эти неуспехи на линии фронта, ну, то есть Россия тоже не могла никуда пройти, там вокруг Бахмута, помните, длинные сражения, тоже было накоплено ресурсы, они никуда особо не прошли. Бахмут стерли с лица земли, положив там невероятное количество людей. Захватили в итоге руины, но тем не менее, никуда ж не продвинулись. Никаких успехов фактических даже не было, не то что там стратегических. И параллельно потом Пригожин, который сорвался с катушек, да, который пришел и обнулил, по сути, показал, что никакой силовой действительно вертикали в России не существует. Все это очень хрупкое, это карточный домик, который быстро рассыпется. И напомню, в течение всего лета риторика была упадническая, мрачная, предвкушение к финалу, в России было. А у нас было несколько эйфорийное вместе с нашими партнерами. И мы даже не оценивали то, что вот этот промежуток времени сильно затягивается, 8 месяцев, допустим, поставок. Вот причины, причины, как всегда, не в математике даже, а прежде всего психологии, возвращаясь к мобилизации. Психологии причины. Потому что когда человек не видит будущего, не знает ту сторону, не понимает, что его там ждет, конечно, он впадает в максимально возбужденное, в негативном смысле слова, состояние. Ему страшно. А вот здесь была другая эйфория была с точки зрения, вот опыт харьковской операции, ну так сейчас это все можно будет повторить. Вот сейчас, и это теперь позитивно, это негатив. Негатив, что, безусловно, надо быстро принимать антикризисные решения, как я говорю. Увидел, все идет не так, быстро принял решение. Это, к сожалению, единицам дано. Ну, гении, они же всегда в единичном экземпляре. И в том числе в военной истории. А теперь переходим к позитиву. Но, с другой стороны, это и позитив. Потому что в 23-м году произошло, вот в конце, переоценка России. Риторика западных стран изменилась. Они понимают все риски существенные. Не просто там какая-то колос на глиняных ножках стоит, радостки. А они увидели монстра, который переоснастился, закапсулировался, замилитаризировался, нашел возможности и бетонирует свои агрессивные намерения. И, соответственно, эти агрессивные намерения уже не для Украины только, а для Европы в том числе. И это резко поменяло их восприятие того, что ждет завтра. Мы уже говорили сегодня, да, сколько людей готовы будут воевать. А вы представляете, они же не объяснили, что если Украина не устоит, а Россия захочет, например, разобраться еще с какой-то страной, то ведь придет туда воевать как раз-таки страна с гораздо более объемным и конкретным военным опытом. Очень другой опыт будет у России как раз-таки масштабной войны. И будет другая техника. И это будет не февраль 22-го года вторжения. Это будет совершенно другая армия. И, соответственно, либо эту армию сейчас нужно додавить, не дав ей доразвиться, сделать выводы с этой войны, либо тогда это будет действительно та армия, которую боялись накануне вторжения в Украину. И вот это позитивно. Они это переосмысливают. И даже публикации появились и в Financial, и в Bloomberg относительно того апокалипсиса, который ждет европейский континент в случае, если Украина не выиграет войну. Это очень... Ну, у них там даже заголовок. Если Путин выиграет. Это первое позитивное. Второе позитивное. Очень важное. Недоинвестированные армии – это всегда трагедия. Недоинвестированное НАТО – это большая трагедия. Недоинвестированные военные производства, пустые военные склады – это практически катастрофа. Потому что вот в какой-то момент вдруг появляется острая жизненная, в прямом смысле слова, потребность иметь быстро разворачиваемые военные производства. А их нет в Европе. И вот сейчас начинают резко, спешно, в продуманном, конечно, плане, но инвестировать военные производства, в том числе в Украине. Потому что вот как раз Украина заинтересована здесь и сейчас получить как можно больше ресурсов. И поэтому в Украине все это быстрее делается. Опять же, дебюрократизация даже какая-то присутствует. Хотя мне бы хотелось всего этого больше. Это вторая позитивная вещь. То есть доинвестирование в военные технологии. Третья позитивная вещь, которую я вижу. Но окончательно стало понятно, кто такой Путин. Помните, в начале его карьеры были публикации дивные. «Who is Putin?» Ну это анекдотичная публикация. Потому что вот он понятен. Это человек, исключительно потребляющий войну, как единственный способ пролонгации собственной жизни. И психотип его понятен. И политбюро вокруг него понятно. Там не с кем разговаривать. Там нету возможности 17 мгновений весны снять о сепаратных переговорах. Понимаете? И это очень важно. То есть четкая, понятная картинка, что такое российская элита. Вот эта элита я имею в виду. Ну, путинского призыва. И это очень много обещающих. Потому что это дальше заставляет задуматься, так если это такая элита, которая может нож в спину всунуть в любой момент, то тогда надо ее полностью убирать из глобального процесса. Не просто временно изолировать, пока война горячая в Украине, а убирать. А это тяжелый процесс, который уже запущен. Что это значит? Это значит изоляция полноценная. Не из-за войны и не по формальным признакам, а именно на личностном уровне. То есть какой-то дерипаска не сможет там профинансировать теперь что-то. Там пол-Оскара где-то. Это серьезная перестройка. Серьезная перестройка глобальных политических отношений. Параллельно серьезная перестройка глобальных экономических отношений. Постепенно Россия будет отовсюду выдергиваться. И санкции будут нарастать не с точки зрения какой-то красоты. Пакет будет там называться «Мы остановим Росатом». Нет. А санкции будут работать так, что сегодня заложенное, оно будет с нарастающим эффектом, с коэффициентом. Через 3-5 лет будет просто убивать насмерть отрасль целую. Это серьезная вещь. Ну и наконец, четвертое переосмысление. Русский культурный продукт. Я называю русский культурный продукт, на самом деле это русский пропагандистский продукт. Потому что Россия практически полностью, мы частично уже затрагивали это, полностью отвергает любые конкурентные взаимоотношения даже на внутреннем рынке. И соответственно, либо ты полностью лоялити, ну такой там максимально на коленях стоящий, и слюна у тебя бьется от восторга со всех ушей, со рта и так далее. Либо ты будешь тоже репрессирован. Ну объем репрессий будет определяться, некий комитет, да, некий комитет серых. Что меня уже на стругацких потянуло, ну неважно. В общем-то вот так. И 24-й год это определяющий год для нас всех, не только с точки зрения помощи. Я не сомневаюсь, что помощь Украине военная, финансовая будет в любом случае. Да, будут тяжелые дискуссии, будет много спекуляций, информационный мир и так далее. Но она будет в любом случае, потому что 24-й год должен будет четко зафиксировать. Либо мы живем на военном вулкане, постоянно бурлящем, такой везувий, да, будет постоянно где-то конфликты и так далее. И соответственно, качество жизни будет приземляться, технологический прогресс остановится, мы наконец-то получим то, что архаичные сообщества всегда хотели. Война всех против всех. Либо мы вернемся обратно к неким правилам, да, к некому пакту, глобальному пакту. Вот страны, определяющие правила, вот правила нельзя нарушать. Но с учетом войны оказывается, что нужно все-таки иметь инструменты принуждения. Потому что оказалось, что если Россия, например, а я не хочу соблюдать договор, например, о нераспространении ядерного оружия. А какой инструмент принуждения оказалось нету. Значит, Россия может сегодня дать Белоруссии на хранение, а завтра дать Иран. Просто сказать, смотрите, так а нам-то что? Вот Иран, мы ему дали. Вот поэтому я считаю, негативные проявления тактические, да, они весомые, но они тактические, а позитивные явления стратегические, потому что они имеют перспективу масштабирования в 2024 году. Субтитры создавал DimaTorzok